Игорь Вячеславович, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями на матч. Игорь Вячеславович, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями на матч. Игорь Вячеславович, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями на матч. Игорь Вячеславович, поделитесь, что ли, игорь Вячеславович, поделились первые годы, начали с игрок, почувствовали большие классы. Конечно, преимущество одного игрока для такой коэффициентной команды. Это существенный задний. Судяков мог, конечно, желтую карточку вторую не дать, только из-за одной причины. Нарушение-то было. Ну сразу же автоматом идет она красная. Да, это был момент, если ты судишь так, ну суди и до конца. Срыв перспективной атаки на форте, желтая карточка не дает. Словами что-то объяснило. Словами здесь объяснило. Подойди, объясни. Ну это повлияло, я считаю. Второй темп, конечно, был бы с нашей стороны. Более... Более агрессивно, наверное, и мы что-то создали. Вот так? Удаление считает повлияло. Юрий Александрович, а Агапсов не готов, да? На сборах он так лучше как-то смотрелся. И среда тоже готова. Что вы его не видели на сборах, как вы можете судить? Ну я слышу. У сбора есть сбор. Сборы у нас закончились давно уже. Сейчас чемпионат идет. Я не скажу, что он не готов. Если бы он не был готов, мы бы не ставили его состав. На данный момент это игрок, который чуть сильнее игроков, которые у нас есть в свободе впереди. У нас среда много пропустила. Латынин, микротравму. Он сейчас пытается набрать форму. Хотя играет задуман Анастасия. Моя сильная. Его беспокоит. Он даже сражает. У нас горы, сейчас горы. Сейчас чемпионаты идут уже достаточное количество игроков, чтобы набрать определенную форму. Он занятий не пропускает, он тренирует. Не хватает где-то вот игры именно такой, чтобы взять игру на себя, создать. И подачи нужно более активно действовать. Еще есть вопрос касается Агапса. А то, что мы сегодня хотели, это я возвращаюсь к тому, что психология, не психология. Мы вышли, заряжены на боли, чтобы все получилось. Конечно, удаление. Тридцатая минута. Пропустили гол. Но это гол вследствие грубейших ошибок в нашей обороне. Розырыш мяча идет передача на дальнюю штангу. Алина стоит смотреть. Там должен быть выход. Организованный выход, где центральный защитник не выделил. Грубейшая ошибка. И спокойно головой будет. Парень молодой, поэтому свойство не ошибаться, хотят те игры, которые он провел, достаточно на неплохом уровне. И все в неделю. И не только от него зависит от России, но и от всех игроков зависит. Продолжаем на специнференцию. Павел Путилевич Гусин, главный тренер футбольного клуба «Файпо». Большое внимание. Павел Путилевич, как обычно, первые впечатления от игры? Хорошая игра. Уваженный? Хорошая игра. Уваженный! Мы доволен результатом, в каких-то моментах в организации есть вопросы по организации, к игрокам средней части боя. И много, конечно, вопросов по реализации… Те моменты, которые мы создавали в первом тайме, во втором, выходы быстрой атаки с численным превосходством. И вот здесь вопросы с последней передачей, с принятием решения и с исполнительским мастерством, вот именно в завершающей фазе атаки. Пожалуйста, вопросы. Вот интересно. Немножко сложилось такое, не только у меня, сидели общались, сложилось такое впечатление, что сегодня как-то все стремились забить друг друга, отнимали мячи и попадали друг другу в спину. Это вот то, о чем я сказал, что принятие решения, да, и, наверное, здесь где-то эмоции приобретают над разумом в принятии решения в концовке. Да, конечно, но момент в первом тайме это уникальный, когда после уже ворота, да, и Бирюков бьет, и стоящий на линии ворота за Болотом попадает. Это очень интересный момент, но это с этим связано. Связано с тем, что стремление быстрее и быстрее забить второй мяч и снять все вопросы. А все, спешка не всегда, она хороша, и здесь нужно было, в плане организации, то, что я сказал, что нужно было все-таки, как бы там ни было, мы имели лишнего игрока, это не хоккей, я прекрасно понимаю. Но я попросил ребят, чтобы второй тайм мяч под контролем в средней части поля и за счет быстрого движения мяча заставить делать черновую работу команды Риски, разыгрывать лишнего со сменой направления атаки, разыгрывать лишнего, и то, что команда подустала, и они подустали до ребят, заставить их делать черновую холостую работу. То, что и пытались делать, но не всегда очень было, не много, скажем, технического брака, особенно в поперечных передачах, и пару обрезов в центральной зоне, там, Мурнин во втором тайме ошибся, все, ну, блабе так, что там накрыли все. Ну, по большому счету, у Ликсца-то и таких и моментов не было, которые реально тянули на голевой момент. Все шло, вроде бы, под нашим контролем, но игра нервов, скажем так, скользкая, больно счет такой, любой стандарт, любая ошибка, не дай бог, могла печально закончиться. Но это, опять я повторюсь, уже я говорил, как-то в этом, на одной спецконференции, чисто психология, желание, желание сохранить счет. Ну, как-то сохранить его, нужно сохранять его не за счет эмоций, а за счет разума. То, что я сказал, что не хватило где-то разумных действий в средней части поры при контролем мяча. Ну, как-то, наверное, будете влечь, потому что, например, там следующая игра и там еще. Естественно, сейчас мы будем готовиться, уже начиная с этой минуты, ребята, сейчас едем на базу, будут готовиться и игры. Если у кого-то в подсознании, наверное, у болельщиков и у ребят, мы пытаемся достучаться до них и объяснить, что нету команд, которые не будут оказывать факел сопротивление. Чем ближе уже конечный результат, тем больше он, скажем так, в каких-то моментах, вот эти моменты, о которых я говорил, в каких-то моментах он закрепощает. Наоборот, нужно, чтобы более раскованные ребята были, тогда они могут показать свой потенциал, да. Когда человек немножко закрепощен, ответственен за результат, потому что та огромная работа, которая проделана, годовая работа, не хотелось бы, чтобы все решалось в последней игре, где будет там игра нервов, да. Хотелось бы снять раньше эти вопросы. Ну, все зависит только от нас. Две игры, две победы, а мы делаем первое место. Какие-то волшебные слова тоже для этого подготовлены? Ну, волшебные слова. Волшебное слово. Слова, какие волшебные слова. Выполнение своих функциональных обязанностей и осознанная подготовка, начиная с этой минуты, к следующей игре. Потому что следующая игра будет непростая. Внизу там команда находится, черта на внизу, там турнира и таблицы. Ну, это ни о чем не говорит. Я смотрел записи игры этой команды. Мальчишки молодые, задорные все. На них ни результат не давляет, ничего. Ну, за счет организации, за счет класса, конечно, мы должны обыгрывать для задорства. Сегодня такая некоторая ротация, где-то процентов на 25 составов произошла по сравнению с предыдущим домашним матчем. Там и опорники два, и турник пошел в центр, в края, в план, где другие были. Это с какими-то медицинскими делами? Да, к великому сожалению, почему, ну, с моей точки зрения, не совсем убедительно сыграли в организации игры, вот средняя линия, средняя линия. С чем это связано? Связано с тем, вы абсолютно верно заметили, что произошла ротация. И игрок, ну, он, скажем так, игрок, который выполнял очень много черновой работы, вы заметили, что в составе не было сегодня Бикетова. Бикетова и сочетанием Мурнин-Бикетова не играли все игры, да? Все, все игры. И его отсутствие связано с медицинскими показателями. Он, у него воспалилась, левая сторона гайморит у него, откачали у него гною много, и он не, после той игры, он ни одной тренировки не проводил, не находился в расположении команды. И здесь были опасения, они, собственно, в какой-то степени и, ну, оправдали, что в организации здесь мы потеряем. Почему? Потому что Бикетов один из ключевых игроков, и здесь в Вене Ленину от него очень много, большой у него работа, черновой работы он выполняет очень много. В отборе участвует все. Если Мурнин, это у него не сильное качество, то как-то Бикетов, беря на себя эти функции, в какой-то степени, ну, снимал нагрузку с Мурнина, а тот силен в подыгрыше. Но вот сегодня, к великому сожалению, у Андрея не было таких вот хороших... На чистых мячах, как-то он больше. Да, да, да. Для подыгрыша на чистых мячах не так вот вступает в отбор, но это не его сильное качество. И здесь мы потеряли. И здесь мы потеряли. Больше у нас вариантов не было. Сюда произошла передвижка центрального полузащитника. Начинал игру Турик с фланга. С учетом того, что у них правый защитник все время подключается, игралька активно играет. Мы учитывали этот фактор. И сюда поставили Василенко тоже после травмы. Риск был определен для Василенко, потому что здесь нужно было эту зону закрывать. И он защитник по своему обзору. Больше навыков к оборонительной работе. Но видели, что в середине второго тайма уже совсем тяжело стало. Пришло бы сделать замены. За счет замен фланги освежили. А так только с этим связано. Плюс у нас выбыл Маша Макилевский. Тоже начал тренироваться. Надеемся, что уже к следующей идее будет подойти. У Желяева пока не рискует. У Желяева, Коля, готовится к игре. Опять же, готовился к игре. Но пока ситуация такова, что у него нет чувства уверенности. И небольшое чувство страха после этой травмы. И мы пока не рискуем его бросать сразу с первых минут. А по такой игре, когда счет скользкий, тоже рискованно. Лучше будет здоровый игрок. Потому что Коля готовится. И надеюсь, что в последней игре и до этого, если будет возможность, конечно, он будет в составе. Дубровин как? Дубровин, Дубровина как не было, так что нет. По сей день в распоряжении команды его нет. Он находится в Москве. И я говорил уже, что для него чемпионат закончился. Смотри, как дальше все. Пока больно большие сроки восстановления уже. Он все сборы пропустил. То есть он может даже не успеть к Ставануровиду. Пока врачи не разрешают ему. Пока нету его распоряжения. Но прогноз такой, что пока он тренироваться не может. И последний от меня. Айшин все тусклее и тусклее выглядит с каждым матчем. Такое ощущение, что пацанчик звездочку словил. Так, счетчиком. Ну, бывает. Я бы не сказал, что звездочка. Но я скажу, что много-много решений, которые он принимает на поле, скажем так, ну не совсем правильно. С чем это связано? Будем разбираться. Будем разбираться. Возможно, что он почувствовал уже себя игроком основного состава. Основного состава. Но пока к нему очень много вопросов. Есть потенциал, есть желание огромное. Но пока той игры, которую мы хотели бы, и те качества, которые у Варшина есть, дриблинг, скорость, он пока использует их не в полную меру. Есть моменты, над которыми мы будем работать. Именно в индивидуальном порядке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок